27 глава 46, 49 стихи. А около 9 часа разопил Иисус громким голосом, Ильи, Ильи, ломаса Господи. То есть, Боже мой, Боже мой, до чего Ты меня оставил? Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, Илью зовет. Он. И тот сейчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давая ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Это тоже большинство людей знает и читает. Пророк Илья в самые ответственные моменты как-то в глазах людей появлялся его образ. Схожие слова Ильи, она что-то Илью зовет. И знали, что он живой. И он может явиться. А почему не Моисей явится? Мертвые не приходят. Это все знают. Живые являются. И вот Церковь отмечает, да, про День Преображения Господня. Праздник этот не с первого века установлен. И преображение, собственно, до спасения никакой роли не играет. Преобразился Господь или не преобразился. Это событие нужно было ученикам, чтобы они увидели, в какой славе Христос придет. Но перед этим сегодня считались места Писания, где говорится о людях, таких пророках, как Моисей и Илья, которые хотели видеть Бога. То есть на горе Преображения они его увидели. Бога воплощенного. И тут Христос есть Бог. И вот оба раза эти Преображения тогда были в людях. Преобразился в мыслях своих Моисеев. Почему и считается, то есть, празднику Преображения. Лицо его спетилось. Он увидел неизрещенный свет, божественный. Он получил закон. Закон просвещает людей, преображает их души. Не прятаться надо, а общаться с Богом. А общение с Богом вызывает преображение в душе человека. Вот снова прочитали про Илью. А то событие всем известно. Он бежит. Чудо, конечно, что его птица кормят. Остался живой, скажу. Но такое повторялось тысячи крат в истории. А вот дальше почти не повторялось. Он заходит в пещеру. Что такое пещера? Сокрытие. Это фактически маленький монастырёк. Я убежал, спрятался, а Израиль теперь, ну как кто может, спасает свои души. Это же и на горе Преображения. Хорошо он здесь построил куще. Это же было и с Моисеем, который пришёл. У всех одинаковый наклон. А Господь всех посылает. Или его куда разворачивает? Возвращает. Соро дней бежал. Ведь это долго идти. Он должен был скрывать, чтобы его не поймали, не увидели его. Может быть только ночами, обрагами, лагами, какими шёл. И Господь сразу его разворачивает. Только показал ему, и то сдать несчастье себя, разворачивает его назад. Весь путь проделал. Чем длиннее, тем обратно столько же надо идти. Это вот история церковная. Как люди пытаются своим путём что-то сохранять, спасать. А Господь разворачивает опять к истокам его. А теперь пойди по этой выжженной стране. И какое поручение ему даёт? Вот здесь говорят, посмотрим, придёт ли Илья спасти их. Вот это посмотрим, очень важно для нас. Каждое событие надо научиться рассматривать. И Бог ему даёт поручение. По сегодняшнему сказать, иди там выборы проведи в стране. Им монарха нужно поставить. Иди, Сирию поставь, позови вас. Поручение-то Бог завиёт какое? Монархическое. Поставить кого царей, потому царём не выбрать никого. Бог должен его сам поставить. А поставить никому, кому надо ставить, он убежал. На сорок дней пути. Бог его снова разворачивает. И от правильно поставленного правителя меняется облик, преображается целой страны. Бог-то для чего ставит своих правителей? Через этого правителя Бог отомстит. Тем, которые отступили от него. Он ставит его и первым наказанием. Истребить домочащегося к стене. Даже собаки не оставить живой. Так он вставил не Божий. Для этого и поставил он меч. Для этого Бог в сердце оно сделает. Только как жорно. И здесь говорят, посмотрим, придёт ли Илья спасти нас. Это наслышники говорят. А много разного поведения. Илья не придёт. Он придёт перед самым пришествием Христа. Вот Варум 2.17 говорит. Как надо смотреть. Открой очи твои. Посмотри. Потому что не мёртвые ваги, которые в дубль взят из внутренности их, воздадут славу и хвалу Господу. Мы даже Богу просим. Открой уши твои, Господи. Преклони ухо твое, услышь меня. Господи, открой глаза твои. На разе ухо его отяжелело слышать. Или глаза Божии закрыты. Мы разговариваем с Богом, как с человеком. И в день преображения мы можем прямо сказать. Господи, посмотри, какие мы. Дай нам это понять. Другие подсказывают. А мы обороняемся. Замещание-то сделать нельзя. В нас самость. Они умерли. Отверзли себя. Самое маленькое замещание. Подошёл бы, сказал, боязно. Думаешь, отношениям что-то? Человек обидится. Зазри на нас, Господи. Посмотри и преобрази нас. Серафа 3.10 говорит. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжён. Посмотрим. А что ты посмотришь, если истории церковные не знаешь? Кто верил в Господу? Немного таких мужей. И они постыжены небо. Они бегали, за ними гонялись. Давыд бегал постоянно в пещерах. За ним Саул день и ночь гонялся. Убийца Геда Ташкёнов посылал за ним. Посмотрим, поймает ли его, спасёт ли его Бог и его головы. Посмотрим. Люди, которые сторонние, они всё смотрят. Нам не смотреть надо, а трудиться. А если бы мы оказались там, около креста Господи, что бы мы сказали Ему? Господи, позволь нам увидеть, что Ты умираешь за меня. Позволь увидеть, что эта кровь капли, выстекающая с креста, мой грех омывает. Возьми на душу мою, осуществевшую, почерневшую, обугленную. Вот что нам нужно сказать. А то, говорят, враги, они смеются. Неважно. В их словах мы найдём полезность для себя. Самопевец Далит 24, 19 говорит, посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Мы убеждаем Бога посмотреть на трудности, какие окружают нас благовестования. У нас главные враги сегодня это патриарши и священники. Никто не воюет так против проповеди, как люди верующие. Они думают то, что сейчас есть, пришли в храме, отстояли, преображение, спас, и в это спасение. Да никакого отношения к спасению вообще этот день не имеют. И на него постолкают 14-ти послания, ни разу не ссылаются. Только Пётр один раз сослался, доказывая, что он был очевидцем славы его. Когда он восхиял, когда он показал, какой Господь на самом деле. А потом он наши тела преобразит. А если бы не было преображения, да и никакой нужды в нем не было. А тогда Господь помолвил их. Да и они-то проспали, они ничего не видели. Они пришли тоже и заснули. А потом Пётр начал говорить, такую несуразису понес. Господь говорит им, там нас ждут. Идти туда, ибо оно написано, не знал, что говорил. Когда преображается Господь перед нами, мы вообще не знаем, что ему сказать. И поэтому он является в рабском виде. Рабий Зрак, как написано, принял, чтобы мы увидели его. И открой наши глаза, Господи. Притча Соломона 6.6. Где мы должны научиться что-то видеть. Пойди к муравью, ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. Вот это слово «посмотри» не только у Криста Господня. Посмотрим. А вся привода окружающая нас, это книга. Ее нужно научиться считать. Ну вы видели, как муравей. Если муравей что-то тощит. Если рядом пасека, мед таскает. Прибить его, раздавить его, отравить кипятком. А в премудро-то он говорит, пойди и к муравью. И посмотри, как он трудится. Он знает, какая погода завтра будет. И что самое главное, у Ульгу, нет чего, есть маска. Которая какие-то там инструкции дает. А у муравей вообще нет никого. И они тысячи, сотни тысяч движутся в одном направлении. Мы как-то посмотрели один интересный фильм. Показывает, как они с точностью до одного градуса поворачивают. И все тысячи идут в этом направлении. Десять дней прочистили, все. Ни одной мушки нет. Снимается новый стан образует за два километра. Дальше опять движутся в жунге. Пойди, ленивец. Притча 24, 32. И посмотрел я. И обратил сердце мое. И посмотрел, и получил урок. Посмотри и возьми, Господи, что мы слепые. Почему последняя книга Библии, которая заканчивается, все откровения Божьи и говорят, купи у меня мази, чтобы помазать глаза твои. Но если помажет Господь, наверное, у нас второе зрение откроется. Сами невидимки сделаемся. Нет. И чтобы увидеть срамоту свою. Вот для чего нам глаза нужны. Мы этого не видим. Мы думали, вот оделись хорошо, и здоровье ладно у нас, отношения хорошие. А что внутри? Как модимся? Как стоим? С чем мы сюда пришли? Ведь мы-то пришли сюда, как ученики на гору, чтобы преображенными уйти. А с горы преображения куда? А с бесноватому народу. Монастырье Бог не позволил сидеть им. Мы сюда приходим, чтобы преобразить. Не долбайте. Мы ждем этот день, прийти в храм. Услышать Слово Божие. Иеремия 2,23. Посмотри на поведение твое в долине. Познай, что делал ты, резвый, берблюдист, обрыщащий путям твоим. Господь пробуждает нам память, чтобы мы взглянули в прошлое. Где мы были? Как себя ведем? Сегодня много говорят о великом распусте в стране. Что делается? Нам можно ли как-то избавить человека от того, что он делает плохого? Невозможно. Мертвеца не взял воскресить самому. Это делает только Господь. Преображает только Господь. Ученики были с Господом, но они не преобразились. Они такие остались. Вот это вот сегодня не будет сказано. Господь, он преобразился, Господь, ну и на спах будет указываться. Спасение вообще, повторяю, никак не относится. Мне преображение это не нужно. Я и так верю, что слава Господне, явилось в мир, свет, пришел в мир, но люди более возлюбились. Это преображение для учеников было. Чтобы они твердо знали, что Он Господь, Бог, Владыка неба и земли, у Него неизвещенная, велелепная слава. Только для них. А мы ничего не видим. Перед нашими глазами ни одна икона не обновилась. Ну так, воспоминаниями только. А мне оно и не нужно совсем. Я от этого праздника ничего за себя не беру. Если глаза Господь не откроет. Славе Господне ничего не добавит. А вот к нашим от Его пристанет. Если мы скажем, Господи, посмотри, где душа моя искала. И куда ты меня привел? Благодарю тебя. Мы потому и приносим покаяние и видим себя. Священники иногда говорят, люди приходят и не знают, в чем каяться. Глаза закрытые. Они не просто неправильно живут. Они преступники, уголовники. На каждом шоке. Если взять по большой коммерке, по мусульманским законам, у нас земля превратилась в сплошное кладбище. Воруют. Воруют везде. Воруют. Рядом Китай. Коррупционеры, которые взятки берут, их уводят на стадион и расстреливают. В Сунисе. В Судане. Воран сразу рубят руки. Две руки, третий раз попался. А у нас десятки раз он может попадать. И третий раз голова. Мы по человеческим коммеркам никуда не годимся. Матфея 28.1. Пришла Мария Магдалина и другая Мария. Посмотреть гроб. Я поясняю слово посмотрим, придет ли Илья. Что нам нужно смотреть? И со всего мира сегодня едут ко гробу Господню. Однадцать крестовых походов. Сот и тысяч убитых арабов, евреев ко гробу Господню. Защитим гроб Господню. Что сатана придумал это? Гроб пустой, а вокруг трупы наварены. Гроб. Зачем тебе гроб нужен? Когда ангелы сказали, что вы ищете живого, таки мертвых. Его нет. Он воскрес. А если хотите воевать, бейтесь за небо. Пробейтесь туда. А туда плоским оружием ты как раз и не пройдешь. Марка 5,14. И жители вышли посмотреть, что случилось, когда исцеляется человек. Люди приходят увидеть последствия явления Господня. Если мы будем жить по-христиански, люди будут желать увидеть это поселение. И скажут, мы много слышали. Как это так? Живете открытые двери. У одного есть что-то, у другого нет, и друг у друга не воруют. Даже это сегодня, когда всюду и везде идет воровство. Это страна распадающаяся. Страна воров. Страна лжицев. Везде лгут. На каждом шагу лгут. Почитают газеты, выступают иерархи православные. Ни одного нет выступления, чтобы не лгали. Все лгут. Страна страшной лжи. Недавно умер с поженицем. Он написал однажды как рассказ или его выступление жить не по лжи. Этим он открыл дверь, стену и глаза, чтобы увидели, что живем во лжи. Не участвовать нигде во лжи. Ты чувствуешь, неправильно говорят? Останови. Не участвуй во лжи. Не ходи на эти демонстрации. Это сказал тогда еще, когда была советская льва. Он в сотне миллионов открыл глаза, что так дальше жить нельзя. Это не то, что он литературный, прозаик, писатель, нет. Он жизнью свою показал, жить нельзя. И его во лжи ни один человек не мог сегодня обвинить. Сегодня все ждут, какое же он завещание оставил. Оно есть, но нигде не опубликовано. И заранее выглядит уже скукожимися, как нам с ногой, то он опять скажет о нас нелестном. Он скажет, какие ему трусливые, боязливые, лживые, вороватые. А если человек верит в Бога, в руках у него Библия, то слова его будут пронизаны огненными строями, как у пророка Ильи. Он будет постоянно размещать о высшем. Лука 2,13. Пастухи сказали друг другу, пойдем веклиер и посмотрим. Много смотрят сегодня телевизор, очень много. Даже пост не удерживают. Ну пост, закройте телевизор, а уже не могут, уже зараза засосала. Никак. Ну не смотрите. Я знаю, что смотреть можно, много, и у нас не смотрят. Смотрите, какие прекрасные есть фильмы, снятые про природу, про подводный мир, про горы, разные народы, все. Начинают испытывать детей сейчас на основании этого маленького клипа мусульманского, что отвечает девушка двухлетняя. Дети ваши уходят в школу, живут верующие в семье и не знают, куда вернулся Иисус Христос из Египта. Ни один не ответил. Свои племмы еще знают. От извиньков в простенок встань, в окно не смотри. Всю сузбу в окно выглядывают, и рядом стоят, и никто не видит. Ребенка здесь нет. Он же на подоконье оборачивается, вылазит. Встань в простенок. И там что-то увидишь, Господь откроет глаза, кто ты. Вы смотрите немного вокруг. Нам придется отвечать не только за себя, но и за всех, которые были рядом с нами. Посмотрим, придет ли Илья. А мы уже увидели, что он еще пришел к нам. Господь говорит, если хотите, а он уже пришел. А вы не заметили, как он пришел? Это Иоанн Креститель. Иаков 3.5 Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Увидел одно нечаянно оброненное слово. И сколько зажжет. Сегодня говоришь слова, человек как будто не слышит. Поверьте, будет момент, эти слова примут уже в другой вес. Все будет по-другому. Сегодня такая мирная обстановка, но это кончится. Я сегодня отмолился и спрашивал Господи, а долго ли это еще продлиться? И мысль положена. Положенную меру уже перешло. То есть слишком долго Бог терпит. То есть это должно давно уже было закончиться. У меня дня не было, чтобы я не вопрошал у Бога то, что неизвестно. И Бог на сердце ложит, что Он терпит до времени. Где-то еще кто-то молится крепко. Я всегда прошу Господи, продли это мирное время. Так дальше не может быть. Мы должны гореть огнем любви к Богу, к Слову Его. А у нас даже на занятия занятия идут. По Слову Божию. Так привыкли наконец отвалились с безбожниками, с отступниками, с еретиками свободно сидим. Прийти на занятия нету, вы еще не понимаете, что делаете. Да мне хоть кто бы ни был занятия сейчас приедут, мусульмане будут, я сегодня же пойду к ним послушать. А что они говорят? А может через него меня Бог то ли? Бузей сводить двух собирать я к ним приду послушаю. А тут Слово Божие. Свои братья и сестры некоторые так привыкли уже не на занятиях не ходят и всего. Подраждаю и причина, причина дня убят телевизор. Отслед ли? Отойдите от этого. Осталось совсем немного до конца поста. Вы чувствуете как дискомфорт на себя чувствуете когда у вас телевизор не работает. Вот сейчас пришла задета и пишет молния убила сразу троих а потом пятерых. Молния никогда не было. Молния убийцы названа. И бьют тех которые безумствуют. И во время грозы разговаривают на мобильных телефонах не выключены телевизоры прям на месте зашибает Бог и все. По крайней мере хоть научитесь выключать. Отходите от этого. Бог показывает на ком-то а это может открыть о нас. Смотри про что я тебе говорю. Первое Коринзин 1.26 Посмотрите братья кто вы призванные. Немного из вас мудрых поплотит. А меня Бог избрал. Посмотри люди то видят как высокий ростом красивые как одеты ну знатные. И Самуил пророк точно так же думал. А одного забывим подводит иисей сыновей и он каждого хотел бы поставить царем. А Господь говорит не смотри на рост его. Бог смотрит не так смотрит он на сердце. Все сыновья все он даже вообще задавили как будто не его сын. Да там один еще на поле постушок еще спрашивает пастух и воссиял Давид над всей вселенной и уже три тысячи лет Бог увидел его. Мы бы в нем увидели или нет тот который должен править нашей страной. Может подобный пастушонок потеряет и живет. Может он ходит на поле и даже пасет. Пусть Господь это откроет. А это возможно тогда ты будешь как Давид петь священные псалмы, знать священное Писание. Он очень любил они не годятся руководить никем. И те насмешники сказали посмотрим придет ли Илья если бы мы стояли рядом то могли бы сказать придет и горе людям будет ибо будет убит и все кто захочет их обидеть. Это время где-то совсем рядом. В Израиле идет очень большая работа по подготовке строительства третьего Соломонова храма. А чтобы построить сегодня достаточно одного года неподготовленные дети за кусок хлеба которого не будет легко примут печать. Вы тебя настраиваете на то посмотри какое состояние близких. А если все это сегодня изменится а готов ли я принять Господа а преобразился ли я в очах Его а мысли я так как велит Писание а ты бы мог помочь или как то не мог это невозможно что сам человек не просветится Духом Святым поэтому в молитве прийди и очисти селись а мы молимся Духу Святому это мы молимся о духовном преображении в Господе Бог дал нам понять что такое Христос и что есть Церковь все ошибки сегодня в мире среди верующих и святого что они не знают что такое Церковь а мы узнали да да преобразить нас Господь Святой Православной Церкви аминь аминь